Я называю назначен на трибуну зрительских хищений Леонид Павловича Мельникова, доктора технических наук, профессора МАИ, действительно член Российской академии космонавтики имени Солковского, президента Академии изучения проблем инфратоциологической и прикладной аномологии. О некоторых результатах работы Академии он, собственно, расскажет. Пожалуйста. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Прежде всего, дорогие коллеги, присутствующие, увлекающиеся вопросами амфологии, аномальных процессов. Я хотел бы... Александр Евгеньевич, куда вы убежали? Александр Евгеньевич. Саша, можно его попросить, а? Я ему хотел диплом вручить. Он убежал, он уже успел. Но дело в том, что я представляю, как раз, как президент Академии аномологии, это общественная организация, занимающаяся изучением проблем инфратоциологической и прикладной аномологии. Мы три года назад создали эту Академию, просмотрев возможности развития научного подхода для решения проблем, в том числе и уфологии. И вы, наверное, слышали, я неоднократно здесь выступал с различными докладами, приветствиями. И вот в данном случае я хочу, прежде всего, поприветствовать вас всех на 44-х зигельских чтениях. Напомнить, что я работаю в МАИ, а Зигель был в последнее его служебное положение, если и работа была посвящена, как раз была в МАИ. Он был на кафедре физики, преподавал и математические дисциплины, и физические дисциплины. И самое важное, что в то время я был аспирантом, потом уже работал доцентом в те 70-е годы. Значит, он построил астрономическую обсерваторию на 7-м корпусе. Вот его была инициатива построить там, ее оборудовать, но окончательно ее довезти ему не удалось. Если вы ездите по Ленинградскому шоссе, то вы можете увидеть 7-й такой длинный корпус, который как раз создан был в начале 70-х годов. Вот наш же Московский аферационный институт находится почти как на Бермудском треугольнике между Ленинградским и Волоколамским шоссе за гидропроектом. Вот там как раз 7-й такой корпус старый, длинный, вот на 7-м этаже, то есть вернее на 8-м небе, не на 7-м, а на 8-м, там 7-м этажей. На 8-м небе построена обсерватория. Но, к сожалению, сейчас, в настоящее время она не функционирует, потому что продолжателей нет, но тем не менее, вот его еще очень важный практический вклад в дело освоения астрономического, значит, исследований. Кстати, он астроном, он закончал астрономический университет, астрономическое отделение МГУ, и поэтому, значит, вот я хотел об этом напомнить. Еще один аспект, который у нас, вот в развитии, чтобы вам рассказать, что за академия, вообще мы, создавая ее, исходили из того самого положения, что многие непознанные, так называемые, явления и процессы, они были обозначены не нами, они были, как аномальные, обозначены еще в 60-х годах учеными, российскими учеными за рубежом, и, в общем-то, работы проглядывались в этом направлении. Но, тем не менее, вот как раз мы вышли на то, что аномология, и мы даже не сформулировали, и понятия эти определили, аномология является одним из таких вот фундаментальных научных подходов в развитии любой науки. Ну, вот видите, я вас просил, звал. Я хочу по решению ученого совета нашей академии, АИПАН, вручить диплом нашей академии почетного члена АИПАН за, будем говорить, совет, многолетнее сотрудничество, очень эффективную работу взаимодействия, которое мы производим не только на экране, и не только вот здесь, на Зиглийских чтениях. Президенту экологии непознанной этой ассоциации, которой нужна действительно ассоциация. Александр Евгеньевич, я... Это диплом, да, да, диплом нашей эмблемы, нашей академии. Теперь по поводу некоторых условий. У нас на сайте есть 60 условий, приглашение в академию. У нас двери открыты все. Мы даже градацию устроили академиков, членов корреспондентов. Дальше идут адъюнкты, это для молодежи. И есть исследователи, не имеющие степеней и званий. И, в общем-то, не возглавляющие направления. Мы считаем, что исследователь, человек имеет право, имеет возможность, набравший определенного интеллектуального багажа по естественным и техническим, гуманитарным, там, различного рода формам наук, иметь право проводить исследования. Другое дело, что вот, насколько они у него верны, мы это обкатываем на наших семинарах. И вот один из последних семинаров, который будет сейчас у нас проходить, 9 числа в Тузе Московского авиационного института, на Новой Басманной, ДОУ-16А, во дворе военной комендатуры. Там будет доклад доктора биологических наук Аксеновой Надежды Александровны на тему «Практические аспекты регенерации и органов и тканей методами энергоинформационной медицины». Это направление ведет у нас руководитель направления, кандидат технических наук, наш академик Заднепровский Геннадий Моисеевич, он здесь присутствует. И это направление мы очень деятельно развиваем. И направления, которые мы, в данном случае, в конце моего доклада я буду формулировать, как и на ближайшее время, потому что они будут обозначены как раз там некоторыми аспектами и в том числе биоэнергетики. Но я хотел бы отметить, что доклад мой по просьбе Александра Евгеньевича как раз является повторением. Мы провели в декабре месяце конференцию у себя в ДК «МАИ». На ней присутствовало, в общем-то, достаточно, более ста человек примерно. И даже были вот дети, которые будут сегодня Куркин, очевидно, вместе со своим ученическим кланом, будем говорить так, из лицея будут делать доклады, эти дети тоже участвовали. То есть у нас разная совершенно возрастная группа. И мы стремимся к тому, чтобы расширять больше знаний, углублять знания молодежи, а возрастных людей их расширять, для того, чтобы посвящать их в новые разработки. Я хочу отметить, прежде всего, есть соответствующие цели организации нашей, есть функции, все это обозначено и вывешено на нашем сайте. Он имеет название, в принципе-то, тот же e-mail, который адрес мы принимаем, по двум e-mail'ам свою информацию. Я очень многим раздавал свои визитки. И, в общем-то, те, кто бывает у нас на заседании, кто не обычно знает эти адреса. Я хочу отметить, еще есть требования, которые формулируются, исходя из четырех позиций исследователей. Но результаты. Мы за три года, это существование Академии, в принципе, пришли к следующим небольшим результатам. Число членов 42. На семинарах участвовало, кроме членов Академии, до 80 человек. Проведено заседание 18. Посещение сайта Академии в 2011-20 год, в среднем 120-130. Мы, особенно, правда, не стремились, но у нас сайт общественный, не платный. Поэтому, естественно, там не очень-то развернешься. Опубликованы статей более 120. Из них в журналах ВАК более 12. Монографий 15. В международных конференциях, во все остальные. Объем выступлений на телевидении, ну, у меня более 50 часов. Вот, из Днепровского более 20, там, в общем, если прямо говорить, то это где-то за 100 часов популяризации наших направлений, как по уфологии, так и по чисто аномальным процессам, более широкого плана. Дальше. Организовано отделение в Фитегорском СКФО, есть отделение нашей Академии, в Хабаровске Академии информационной безопасности, оборонного правопорядка, Восточный центр. Также открыта в Федерации космонавтики секция «Аномальные процессы на Земле и в космосе». Значит, заключены соглашения, в данном случае с Комитетом по взаимодействию с правительством и с органами власти, и в том числе, значит, с фондом «Аметист», с которым мы там решаем проблемы организации центра, и о формат кино, нас поддерживать информационно. Приняты различного рода, значит, документы и обращения к Путину, непосредственно к Рогозину, к Шойгу, велась даже некоторая переписка, ну, в общем-то, восприимчивость не очень хорошая. По крайней мере, мы ждём, как говорится, до первой звезды. Постоянно проводится взаимодействие с Ассоциацией экологии, непознанного в данном случае с Академией Щепкова и другими общественными организациями. Составлено отправлено обращение, вот я уже говорил. Основные научные результаты. Разработана классификация аномальных явлений и проявлений воздействий. Разработаны доктрины информационологической безопасности от аномальных воздействий. Проект доктрины технологической модернизации. Мы уже пришли даже к вопросам нового соцтехнологического плана. Предложен подход к созданию и концепции развития транспортных средств до одной методологической базы. Мы считаем, что есть возможность создания на базе дискообразных летательных аппаратов, автомобилей, подводных, надводных судов и всего остального. То есть любых транспортных средств. В трёхсредственном перемещении. И дальше развивается научное направление по аномальных процессам в экологическом мониторинге и прогнозировании. Появилась необходимость в том числе участвовать. И даже нам предложили возглавить направление аномальные процессы в экологии. В журнале, который организуется, так называемая чрезвычайная кризисная экология. Это вот новое название. И она, естественно, открывается. Мы там возглавляем как раз аномальные процессы. Так что можно и в то же самое к ним обращаться и подавать статьи. Открытие секции в Федерации космонавтики России. Это я говорил. Руководством моей утверждены три учебных плана повышения квалификации. Это теория и практика. Там в приложениях у нас есть доклады. Кстати, мы месяца через два издадим этот сборник трудов, докладов и тезисов сообщений. Страница на три стороны у нас получается. Сейчас идёт набивка его. И потом мы его будем издавать. Так что можно будет делать даже заявки на поводу этого сборника. Это по результатам той конференции, которую мы провели. Дальше. Разработана обобщенная модель информационных взаимодействий биологических систем друг с другом и окружающей средой. В принципе, у нас есть такая модель. Мы её пытаемся формализовать математически. Смоделировать процессы. И даже кое-что подсказывали в разных вариантах решения проблем управления. Ну, в частности, мы сформулируем пять базовых принципов управления любыми системами. Биологическими системами, техническими, социально-экономическими. Они оказались едиными. И на самом деле это интересный будет фактор. Разработана классификация научных направлений изучения аномальных явлений. И сформулирована основа аномологии. Основные научные направления исследованы на ближайшее время. Вот я уже перехожу к заключительной части. Чтобы не раскрывать слишком. Но всё-таки первое. Это исследование проявлений воздействия аномальных явлений и процессов на людей, технику и окружающую среду. Это остаётся у нас с вами биоэнергетическое составляющее, техническое. И, честно говоря, там, ну, то, что существует из, будем говорить, что ли, окружающего технократического нашего мира. Дальше. Анализы обоснования физической природы воздействий аномальных явлений и процессов и их энергетической информационной поддержки. Значит, вот здесь, в данном случае, так как ряд специалистов есть, которые занимаются информатикой взаимодействия. И не только биоинформатикой, информатикой, в том числе управленческого характера, в социуме и в производствах. То есть, естественно, есть возможность такой вот, в данном случае, рассмотрения этих процессов. Третье. Это исследование физической природы аномальных процессов левитации, телекинеза, телепортации. Они остаются за чертой физического обоснования. Но, тем не менее, мы сейчас нащупали, у нас есть, я не буду раскрывать. Есть, в общем-то, решение, очевидно, техническое решение, физическое решение по реализации левитации и телекинеза. То, что было даже проделано на эстросенсорных в исторических документах. Ну и, откровенно говоря, осталось только постараться построить экспериментальные части и пытаться исследовать эти процессы в эксперименте. Дальше. Изучение процессов антигравитации, природы гравитации на Земле и в космосе. Это вообще физический основа и фундаментальный вопрос, который тормозит развитие нашей техники освоения не только космического пространства. Дальше. Анализ тайн и загадок Земли. Ну вот, мы сейчас закончили книжку и набиваем космопланетарную безопасность. Там две книжки будут вместе с Константиновской, генералом Шибановым и, значит, Поличенко Владимир Абрамович. Это правая рука от Шаламея. Одна книжка касается космопланетарной безопасности человечества, космогонический аспект. И вторая книжка будет как раз космопланетарный аспект. То есть, космопланетарная безопасность, планетарный аспект. Две книжки, они там в объеме 400-450 страниц. Там очень много-много этого материала. Долгое время мы собирали его и сделали его довольно-таки, мне кажется, и популярным, и научно обоснованным. Дальше. Анализ и синтез эзотерических знаний предыдущих цивилизаций Земли. Это остается за функцией для поддержки того, что было у нас на Земле, и того, что мы сейчас собираемся открывать и в данном случае исследовать. Построение моделей биоэнергетического поля Земли и его взаимодействия с биологическими системами. Есть у нас знаменки теории направленных полей, которые есть возможность решить, по крайней мере, смоделировать и решить многие проблемы. Девятое. Изыскание и анализ аномальных явлений и процессов в планетарном построении Солнечной системы и галактики Млечный путь. Здесь, честно говоря, мы нашли в Солнечной системе более 30 аномалий, которые, честно говоря, не поддаются нашими физическими законами, обоснованиями физическими законами. А вроде бы, ну, в общем, есть, я докладывался уже частично в этом плане, и обсуждали мы у себя много на Академии. Далее. Анализ феноменов сознания и дистанционного воздействия на объекты. Это частично, когда с телекинезом с двумя связано, но завязано с биоэнергетикой сознания, и обязательно хотели бы выделить в отдельное направление по предложению Геннадия Месеевича. И последнее, по крайней мере, ориентировочно последнее, это исследование творческих процессов космического сознания человека. Вот, Валерий Ефимович Мельников, наверное, об этом и будет говорить. Так что вот, я хотел бы закончить на этом, поблагодарить вас, чтобы выслушали мой доклад, и пожелать вам успехов в дальнейшем, не только на Зигарских чтениях, но и на нашем Зигаре действии. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Спасибо.